Подобные аварии на украинских дорогах уже стали плохой традицией. Только за минувшие сутки в ДТП погибли 26 человек. В полиции уже анонсируют тотальные проверки перевозчиков. Но принесет ли это результат? Ответы искал Богдан Вервицкий. У водителя маршрутного транспортного засоба, соответственных документов, лицензий и так далее не было. Эта автокатастрофа сколыхнула всю страну. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Киев-Ривна, на высокой скорости врезался в фуру. Десять человек погибли, среди них трое детей и водитель микроавтобуса. Как выяснилось, сегодня у него не было необходимой категории Д для управления таким транспортом. Собственника микроавтобуса сегодня задержали. Вчера в Украине произошла серия подобных автокатастроф. В Николаевской области пассажирский микроавтобус врезался в грузовик. Погибли пять человек, еще 12 получили травмы. Все пассажиры граждане Беларуси. Водителю фуры объявили подозрение. Ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы. В столице водитель одной из машин не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Погибла супружеская пара и ребенок. На встречку выехал и водитель этого Фольксвагена. Легковушка столкнулась с грузовиком. Погибла семья из трех человек. Всего за минувшие сутки жертвами ДТП стали 26 человек. За год больше тысячи погибших. Главная причина смертельных аварий – плохое состояние автобусов. За четыре месяца правоохранители проинспектировали более 180 тысяч маршруток. Из них три тысячи экзамен не прошли. До 23 июля полиция усилит контроль на главных трассах страны. В первую очередь на южном направлении и в страны ЕС. Но кроме проблем с транспортом, есть и проблема с его водителями. За четыре месяца проверок рейсовых автобусов патрульные зафиксировали больше 80 случаев, когда водители маршруток были нетрезвыми. Богдан Вербицкий, Дмитрий Курченко. Подробности – телеканал «Интер».